Делится? Делится? Девайд Значит, вообще, русское слово девиза We divide Let's try it We divide x На y Девайд x By y Значит, x мы делим на y И мы получаем какое-то частное и остальное We get some Частное как это будет Who knows what it is В английском частное Да Ну, who knows Частное обозначаем буквой q обычно Значит Частное Это будет Quotient q И еще бывает остаток Вот это English word for остаток Somebody knows this Если у вас что-то осталось Мы там сидим и Яплата осталось That we have eaten 3 apples And one Left One is left Или one remains И остаток И остаток И будет remain Remain То Remain Это оставаться I remain here И остаюсь здесь Remain Это вот остаток So This means That we We take Когда мы делим x на y Получаем q Это значит q раз y получается Укладывается в x И еще остается r Ну как x равно Ребят Как ни странно Это очень важная форма And What are the possible We use Of remainder Imagine We divide x By y Which What is that For 4 For example We divide x By 12 Дерекусь 12 Каким могут быть остатки От чего До чего От 0 до 11 От 0 до 11 От 0 до 11 How do you say this In English When we divide x By 12 The remainder Can be From 0 To 12 From 0 To 11 So It should be greater Always greater Than 0 And To Less Than Y And Y Is Divide And x How do you call x To Let's That In To When So И это аналогично, потому что дивиденд на то, что делится на акционерах, но тем не менее, я не полностью верю. Но, по крайней мере, это интересная вещь, что в математике можно разделить, используя эту дефиницию, мы можем разделить негативные номера. Что случится, если мы разделим, например, минус 5 на 12? Если мы хотим разделить минус 5 на 12, и хотим прямо использовать вот это определение, что разделить число составов означает найти такие q и r, что вот x равняется qy плюс r, а r равно 0 до y. Что же будет, если мы разделим 5 на 12? Если мы делим 5 яблок из 12 людьми, то даже по одному яблоку на всех них. Целых порций у нас нет, но остаются нерастеленными. Если мы делим 5 яблок из 12 людьми, то даже по одному яблоку на всех них. Если мы хотим просто разделить минус 5 на 12 по одному яблоку, что же у нас получится? Минус 5 яблок, но мы хотим разделить на 12 человек. 0 и минус 5, r will be минус 5. Таким образом, у нас есть 0, q равняется 0, и r равняется минус 5. Но первое дело дело, q равняется 0, и r равняется минус 5. То есть минус 5 равняется 0, и минус 12 равняется минус 5. Но это не то, что мы хотим, чтобы r равняется 0 и 12. То есть здесь плохо, плохо вот с этим. То есть действительно, первое верно, а второе неверно. То есть первое хорошо, а второе нехорошо. We want to make both of them true. Кто знает, как вы думаете, сколько будет, если я разделю минус 5-12. Надо, чтобы он оставался какой-то положить себе число и разделил с надцем. Надо ему успеть как ты. Okay, that's right. The q will be 0, and r will be 5. Но если мы возьмем 0 и 5, то 5 это правильное число и остаток от 0 на 12. Это хорошо. Но вот сверху будет проблемой. Потому что что же у нас получается? Получается, что минус 5 равняется 0 на 12 плюс 5. Это нехорошо. Это нехорошо. Поэтому мы решим, что мы решим, что 5 равняется 0 и 5. То есть 2 равняется 0 и 12. Но первый раз, это нехорошо. Но теперь нет. Это нехорошо. Натальше. Натальше. И здесь мы имеем 0 и 12 плюс 5. Это 5, то это минус 5. Perfectly very simple. Ok, let's try. Q is minus 1 and R is 7. Q is minus 1. R is 7. Interesting. Let's try. Q is minus 1 and R is 7. Но это правильно. Но это понятно. It's clear that R is in the right place. Вопрос в том, сойдется ли с этим. Давайте посмотрим, что у нас получается. У нас получается, we have minus 1 times 12 plus 7. Это минус 12 plus 7. Это минус 5. Это минус 5. Это минус 5. Я могу показать, что у нас есть 0, 12, 24, 36. Итак, здесь есть номер 7. Число 7, оно, естественно, остаток 7. Какое следующее число дает остаток 7 здесь? 7 plus 12. 7 plus 12, which is? 19. Значит, если мы хотим еще раз, если мы хотим разделить, чтобы остаток был 7, но всем досталось по одному яблоку. Значит, будет 12 яблок и 7 по остатке. Значит, будет 19. Оно тоже дает остаток 7. 7. А следующее число дает остаток 7. Женя, какое у нас следующее число? С остатком 7. С остатком 7. Можете? 31. 31. Значит, это 24 плюс 7. Значит, это будет 31. Можно сказать, что это 24 плюс 7. So, we have 7. And also, we can say that it's plus 12. Чтобы еще 12 яблок добавили. Значит, каждому добавилось еще 2 миллиарда. А в остатке остались те же самые 7 яблок, которые здесь добавились. Okay. Next. Divisible by 12 is 48, I guess. And what is the next number which has remained a 7? 43. 43. 43. And this 43 is obtained by making 7 here. It's just to see. Or? 31. 31. Plus 12. Okay. And now we can, after we take it on the positive line. And now, when we're talking to the chest, we can see what is the other side. What are the first numbers here divisible by 12? Первое число делящее со 12. Какое? Ну, вот, it is minus 12. Minus 12. Ну, минус 12. А следующая, какого? Ну, 24. То есть, самое главное, минус... Понятно. 24, потом минус 36. Ну, число делящее со мной целое, это значит, что там 12, это значит, 12 раз какое-то целое число. Вот есть там 0, 12, 24, 36. Дальше можно как бы взять минус. Минус один раз число 13, минус 12, минус 24, минус 36. Ну, как бы это так, долг в этом 1 яблок, в 1 яблок. Вот если мы с вами все задолжали, там, кому-то 7 яблок и хотим разделить этот долг на всех, то значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Значит, если мы кому-то задолжали 7 яблок и хотим разделить долг на всех поров, то что нужно сказать? Что карта завтра приносит по одному яблоку, и тогда значит, часть для минус 1. Ну и тогда еще останется 4 яблока. Соответственно, ну вот. Окей, anyway, so here is plus 12. Мы прибавляем 12 каждый раз. And now, what is the number? Here is the number minus 5. And, look. So, it's minus 12 plus 7. Here is 7. And also, you can explain another way. It's 7. So, this minus 5. 7 minus 12. It's again 12 units less. То есть числа, которые дают данный остаток, например, остаток 7. Они идут через 12. 7, 19, 31, 43. Можно обратно. 43, 31, 19, 7. Дальше минус 5. What is the next number? Which gives remainder? Remainder. Minus 17. Wait. What is the next number here? Which have remainder... Minus 17. 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 So, how do you get this? Почему именем? Минус 5, минус 12. 5, минус 12. Да, это опять же 12. 12. 12 меньше. 12 меньше. А еще можно видеть как? Вот чему равняется, если мы делим 17 на 12 состав? На состав. 12 плюс R. Возвращение к нашему definiciyon, минус 7, 12. 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 13. 12. 12. 12. То есть, ну, вот. Остаток, мы знаем, что у нас равен 7. Мы хотим, чтобы было, по крайней мере, 7. Значит, R, предположительно, это 7. Чему тогда должно быть 5? Что нужно прибавить? Мы к чему-то прибавляем 7, а получаем минус 17. Что же это такое? Значит, минус 17 – это вот что-то такое. Плюс 7. Спрашивается, что это такое? 24. Минус 24 плюс 7. Минус? 24. Минус 24. Ну, как бы у нас было минус 24 градуса, а потом стало на 7 градусов теплее. Это значит, что стало минус 17 градус. Значит, если мы хотим, чтобы это было минус 24, то ку должно быть равно минус 24. Ум. Поэтому это очень важный момент. Должение? По глупости? Знаешь, что? Какое со словом, глупость? Сминус 2. Сминус 2. Кто у нас знает? Чего? Не столько назад, это отступление. Это как мы отходим в сторону. То есть у нас есть какое-то основное наше занятие. А потом мы решим завтра клиз, и вот еще другое разбираем. Вот это, по-моему, если я правильно понимаю английский язык. В чем никогда нельзя подсказывать, что мне это. Мне кажется, что это как раз называет отступление. И ни отступление, ни в смысле, что мы отступаем, как там. Наполеон, после завоевания Москвы. Как, кстати, будет отступление? Что как бы по-английски отступление? Была армия, а потом она пошла обратно отступать. Кто знает, вы имеете в виду армию? С головой. Ну, головой-то она так вся ушла. Нет, но это сам процесс отступления. Кто не знает армейское слово? По-моему, это называется retreat. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ретироваться? Может быть, кстати. Retreat. Нет, существует, прежде прочим, английское слово retire, но это больше означает уйти на пенсию. Отличное потребление. Хи из летая, не то, что он наступил куда-то, а он просто ушел на него. Перестал работать. Ну, это, видимо, от этого уже происходит. Не знаю. В отставку это точно летает? В отставку это точно летает? В отставку, но. В летая, хи из летая. Да. Но, как бы, вот, как говорят, говорили в предыдущем бюро, с переводом на другой работой тоже будет реталь? Нет. Вот это там было, а потом он уфрал отставку, и там у себя по-вести пишут ему. Это реталь, да? Это реталь. Если он там был премьер-министром, а потом стал президентом, то это, я не знаю, можно ли сказать, что... Это повышение. Отставшие сложности. Повышение. Окей. Нет. Есть слово «деснист». Смещен. Да. А также «конвиктед». Кондент. Ну, это еще хуже. Целый ряд людей. Конвиктед. Обвинен. Кондент. Преговорен. Экзекьютед. Значит, уже изведен. Нет. А как переведен на другую работу, я не знаю. Ну,Uх, у нас用 не отчет, да? Пой. Ну, это не только. Субтитры сделал DimaTorzok.